Чтобы узнать о реальных проблемах окраин, надо приехать на эти самые окраины. И никак иначе, считает исполняющие обязанности главы администрации Харциска. Вчера Александр Левченко провел выездную встречу с жителями поселков Шахтная, Широкая и Троицка-Харциска. В качестве площадки для вопросов и ответов был выбран поселковый клуб «Шахтер». Встречу с жителями Троицка-Харциска Александр Левченко начал с поздравления с наступающим профессиональным праздником – Днем Шахтера. В нашем угольном крае профессия горняка – одна из основных. К тому же, жизнь поселкам Шахтная и Широкая дали в свое время именно шахты. В каждой семье кто-то работал на угольном предприятии. У нас практически нет такой семьи, кто бы не работал в добывающих отрасли. Поэтому, примите самое искреннее поздравление. И от праздников к будням. На этой неделе график вывоза мусора в поселках был нарушен. Вышла из строя машина Иловайского коммунального предприятия, осуществляющего вывоз ТБО из Троицка-Харциска. Александр Левченко подтвердил – специализированной техники сегодня катастрофически не хватает. Но градоначальник рассчитывает на гуманитарную поставку машин уже в этом году. Только при таких условиях мы сможем нормализовать вывоз твердых бытовых отходов с частного сета. Мы поставим нормальные машины и, соответственно, и график будет выполняться. Регулярно это все будет делаться. И мы решим вопрос по вот этим стихийным свалкам, которые от безысходности люди образовывают, скажем так. И вдевать просто это все некуда. Никто это не вывозит в том объеме, в котором необходимо. Еще одна проблема, которая проявится с началом нового учебного года – пассажирские перевозки. Обратили внимание властей жители Троицка-Харциска. Рабочие автобусы и немногочисленные рейсовые с трудом вмещают всех пассажиров. А школьного автобуса у поселков нет. Заявка на школьный автобус отправлена. У нас начало производство собственных автобусов в республике. Глава государства открыл это предприятие и протестировал первый автобус. В том числе определенное количество будет выделено для Министерства образования, как школьный автобус. Наши заявки там есть. На несколько поселков ни одного детского сада, а детей до школьного возраста больше сотни. Жители Троицка-Харциска настоятельно просили Александра Левченко всерьез задуматься об открытии в поселке детсада и обещали помочь с ремонтом здания. Возить малышей в переполненном автобусе в Иловайск или Зугрес, как ни крути, неудобно. Это и все прочие просьбы и пожелания тройчан, высказанные во время встречи, исполняющий обязанности главы администрации Харциска обещал рассмотреть и по возможности удовлетворить. Мы идем и строим все для людей, работаем для людей. Можете ругать нас, можете еще что-то. Но все, что делают на сегодняшний день администрации города Харциска, поселковые, городские администрации нашего административного округа, стараются все сделать максимально для того, чтобы сделать комфортнее проживание на нашей территории. Даже в этих непростых условиях, не обладая тем ресурсом, который бы хотелось бы обладать для решения всех ваших вопросов. На следующей неделе запланирована встреча исполняющего обязанности главы администрации Харциска с жителями Зугресса. Свои вопросы градоначальнику, а также представителям правоохранительных органов, пенсионного фонда и УТСЗН можно будет задать в четверг, 31 августа, в Зугрессском городском дворце культуры. Начало встречи в 16 часов. Субтитры создавал DimaTorzok